Турдыкла 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 Слово у автомобилистов нет. Это шпилька для крепения колеса у кареты. То есть когда, вот мы видим в кино, когда карета переворачивается, теряет колесо, это значит, сломалась трата. Это прописки в каждом втором сериале современности. Да, да. И более того, многие не знают, даже каскадеры, готовящие трюки, что они там ломают в этой карете, чтобы карета потеряла колесо. Ломается шпилька для крепления этого колеса. Она-то и называется тратта. Теперь ее нет ни в одной двигателе внутреннего разгорания. На пяти болтах, на четырех болтах. Да, и так далее. Тратта. Да. Тратта. Понятно. Следующая версия, столь же правдивая. Да, да, безусловно. Безусловно. Ну, в общем, Леш, ты знаешь, как я тебе хорошо отношусь. Я не могу ни на секунду откладывать, чтобы тебя услышать. Да, с удовольствием. А тратта – это банковский термин, который обозначает переводной вексель. В итальянском языке так называется. Перевод денег, очевидно, в никуда, скорее всего. Напрасная тратта. Напрасная тратта. Напрасные слова. Но бывают, очевидно, и осмысленные тратты. Осмысленные тратты. Транши, транши. Транши, да, они называются. Переводной вексель от итальянского тратта. Прошу обратить внимание, один допрашивает, а другой заглядывает. Злой следователь, добрый следователь. А вот это добрый, ползивый, веселый. У нас в Самарском НКВБ свои методы поработают. Тяжелый взгляд, проникающий в пушку. Не мигай, я прошу, не мигай. На Виторгана не мигай. Не мигай. Да, пожалуйста. Да, конечно. Ага, да. Потому что сейчас будет не мигая, смотри. На всякий случай, Максим, значит, про карету и про банки уже было. Я, да. Давно это было, не считай, давно это было. Да, это действительно было давно. До того, как слово «бестро» вошло в обиход нескольких европейских языков, до этого подобного рода заведения назывались траттами. То есть они назывались на итальянский манер, назывались сокращенно от тротория. Это были такие небольшие забегаловки, расположенные преимущественно на каких-то дорогах, да, в каких-то путях. Где кареты теряли свои тракты. Да. Тракты теряли. Это призывали за... Переводить банк. Через банк сделать перевод банков. Вот, собственно, слово «бестрой» и вытеснило слово «тракта». А сначала оно примерно то же самое. Потом, когда пришло «бестро», тогда это уже стало более распространяемым. То, что он говорит, убедительные. Убедительные, причем соблазнительные варианты. Владимир, если вам не нравится моя версия, моя правда, то, может, вы знаете, как называлась тогда у кареты шпилька? Почему вы не соглашаетесь? Вы же знаете, как называлась шпилька, держащая колесом. Я вообще не уверен, что в карете была шпилька. А что это было? Грубая карета и шпилька. Нет, я по-настоящему забирал. Ну вот она надевала, колесо надевалось, и надо было законтрить чем. Вариант горного отвлекания. Ты знаешь, Лёва, он настолько пытался дать нам понять, что он врет, что я ему верю. Горь, какая извращенная. Горь, я знаю его. Знаешь, сколько лет? Это ваши личные отношения. Я просто... Страшный человек. Просто... Страшный человек. Страшный человек. Ветеран, он актер. Богатыр настолько убедительный. Его заставили озвучить. Ветеран, заставили. Его заставили. Его заставили, пожалуйста. Ведущий он на работе. Хочешь взять ответственность на себя? Нет. У него и придется просто. Такая астравокация. Я скажу, да, отречения. Я... Нет, я прямо говорю. Ты говори мне, мне говори. Какой смысл? Все равно ты сделаешь так, как... Нет, почему? Я сделаю так, как... Потому что ты капитал. Простым большинством голосов. Просто страты... Бестро вытеснить тракту. Потому что это как бы... Разные географические привязки. Просто элементарно. Я говорил про Бестро в Европе. На протяжении всего пути. Бестро... Ты понимаешь, ты помнишь, ты помнишь, это время. Война 1812 года. Быстро и так далее. До этого это же называлось как-то. Ну, понятно. Давай так. Мы с тобой же договорились, что мы прощаем другу заранее все. Мы выбираем вариант ведущего. Мой вариант выбираете? Да. Родные мои. Вы согласны с этим? Безусловно. Это вообще единогласное мнение? Да. Потрясающе. Один ноль. Один ноль. Вы были так близки. Вы были так близки. Я рассказал. Страта от итальянского переводной вексель. Переводной вексель. Да, вы были близки. В какой-то момент я уже... Я уже хотел скачать. И поздравил. Готов ли он взять ответственность на себе за то, что он в ответ правильный? И он сразу же ушел в сторону. А, так ты... Ну, ты хочу, чтобы не будет. Ты психологически его расколол. Я тебя, да? Давай так. Володя, какая рука сильнее? Сейчас? Ну, если при нанесении удара. Какая? Ну, сейчас, безусловно, правая. Правая. Помните, приятную руку. У кого? У кого? У кого? А, хорошо. Интеллектуального удара. 1-0. 1-0 игра только началась. Ничего страшного. Оговариваю, чтобы не было сейчас вопросов. У нас нет имен собственных. Да? Поэтому ничего страшного, если у вас вызовет какие-то ассоциации это слово. Тенериф. Тенериф. Никаких ассоциаций. С Канарами никаких ассоциаций. Да, да. Тенериф. Играем, да? Тенериф. Ну, очень непонятно с этим как-то связано. Значит, давай думай, сейчас если мы услышим какие-то слова, типа пункта, лагуна, ну, какие-то морские, собственно, рифы, окружающий барьерный риф, окружающий риф, что-то подобное. Да, это понятно. Да. Что еще? Да, нет, ну, это яблоко. Это интересно. Понятно, что они наши, да? Ну, это да. Причем далеко-далеко из единицы. Может быть, это, может быть, это в 19 веке на Канарах, это денежная единица. Ну, как читаю. Ну, короче, сейчас давай скажем. Мне кажется, то есть есть сильное подозрение... Тетан. 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 Тетан, мысли такие на угле. Тетан. Какой? Какой? Тетан. Да, да. Вот, сейчас. Тетан. Вот, сейчас. Тетан. 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 Да. Владимир Вишневский, потом Владимир Турчинский. Оригинальный подозрение. Такого никогда не было у нас. Да, да, да. Ну, у вас, коллеги. Ведущий начинал. Такого не было. Тенериф. Вы будете смеяться или, наоборот, переживать, но у этого слова словарь дает два. Два, значит. Два. Первое значение слова Тенериф – это инструмент и одновременно способ плетения кружева. Ага. А второе значение – сорт виноградного вина, по вкусу напоминающий Мадеру. Тоже Тенериф. А, я прошу прощения, кружева, какие кружевы? А, в смысле, из чего? Из ниточек, из веревочек, из тесеночек. Кружева. Да. Кружева. Это не инструмент и способ плетения чугунных кружев. Из ломов. Хорошо. Пручев. Спасибо огромное, Дмитрий. А сейчас прослушаем, пожалуйста, Владимира. Да. Владимира Турчинского, наверное? Нет, нет. Володечка. А, вот, конечно, велик соблазн сказать, что, да, там, Тенериф – это денежная единица на Канарах в 19 веке. Но я не буду… Хотя вариант хороший, главное правдивый. Жалко, что… Жалко, что… Тоже правдивый, что это неправда. А жалко. Да. Да. Ну, в общем, Тенериф – это естественный или специально устроенный проход для судов в Кораллово-Рифе. Спасибо огромное. Нет вопросов. Если у тебя нет вопросов, значит, ты не стораживаешь. Я так коротко не смогу ответить, потому что… Никто не надеялся. Ты объясни своими словами. Я объясню своими словами. Кто-нибудь трубку курит? Просто трубки. Очень давным-давно, много-много лет назад, когда-то считалось, и сейчас, в принципе, считается, хорошей трубкой, трубка обкуренная. И для того, чтобы она, скажем, приобрела необходимые кондиции в воспроизведении аромата табака, ее очень часто отдавали морякам, которые уходили в крутосветные плавные. Это просто как бы… Ну, для общего развития. Безотравленно. Да-да-да. А довольно… Ну, что здесь довольно известный факт, что итальянцы, известные мореплаватели, популярные, открыли огромное количество географических мест. Чемпионы мира по футболу. Да, я хотел сказать. Ну, это… Ну, это неинтересно. Демокерация, не далеко. Так вот, наряду с, так сказать, как правило, людьми, имеющими некий запас новых трубок, взятых у богатых людей в плавании, обязательно на каждом итальянском корабле имелся человек, обладающий великолепным голосом. А как правило, поскольку это Средиземноморье, тенор. Просто в то время это не тенор, тенор – это сейчас как тратно. Тенер он был, тенор. Понимаете? То есть это тенор, который моряк. Ну, а здесь это буквально так же, как тратно, то тогда нам больше понятно, что это… Вы все не можете забыть, случайный успех первого тура не можете забыть. Вы подождите. Помните, говорили, что не… Затравочка. Не ближай. Вот, когда доплывали до каких-то малоисследовательных, исследованных мест, и, условно говоря, там заканчивалась жатва, еда заканчивалась, питье заканчивалось, приставали к острову. И по традиции древней морской итальянской традиции, легкие члены экипажа, юнги, скажем, не обладающие достаточным весом, как наш ведущий, залезали на пальмы и обрывали плоды, молодые верхние плоды с пальм. Обязательно, по традиции, это делалось под, так сказать, исполнение неких вот неаполитанских песен. Поэтому тенериф – это плоды, пальмы, вот эти верхние, собственно, которые потом употреблялись в пищу. Идёт фонограмма о соли ми. Жесток. Я могу сдерживаться и не улыбаться сейчас. Не, ну почему? Очень достоверно звучит версия Владимира Турчинского, если не считывать того, что трубку, конечно, как бы, там, лошадь, трубку и жену не дам никому. Да, там, опуривать её вокруг мира – это ладно. Вы уже выступили. Не смейте мне опуривать жену. А это первое. Второе. У Италии никогда не было флота. Флот был у генуэсцев, у испанцев. Тогда Италия как раз потеряла все. Китайцы. Вот, но это неважно, потому что это было вступление. А дальше была очень достоверная версия. Про пальмы там и всё такое. Под Пене и всё это вступление, по-моему… Ну, это красивый, большой, красивый, как сам Владимир Турчинский прогон. Да, скорее всего. Прогон. Это первое. Это второе. Это повод Владимир Вишневский. Просто ясно. Собрался и сказал, что это проход для судов в Литвии. Это, скорее всего, та самая версия, которая ушарашена, чтобы нас отвлечь от настоящей. У меня вопрос у тебя такой. А ты был на Тенерифе? Нет, я не был на Тенерифе. Не был? Ты не был на Тенерифе? Смотри, у них там вот эти вот все рукоделия, поделки какие-то, вот то, что может быть связано с кружеванием. Вот там вот что-то есть у них там особенное? Понятия не имеешь, да? Дима, простите, пожалуйста. А вот первое, это значит прибор для вязки и, собственно, процесс вязки. Он же способ. Да, он же способ. Да, 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 я понимаю. А второе значение. А сорт винограда вина? Очень похоже. Вообще похоже. Очень похоже. Безусловно. А как же? Я вас еще не обманывал ни разу. Мы выбираем эту версию, извините, пожалуйста, друзья. Не обязательно. Внимание. Не обязательно. Внимание. Внимание. Вы точно ее выбираете? Ну да, да. Вы настаиваете на этом? Мы настаиваем. Мы настаиваем, очень твердо настаиваем. Два ноль. Есса. Два ноль. Тенериф, инструмент, шаблон и одновременно способ плетения кружева, а также сорт виноградного вина, напоминающего Мадеару. Гену, Гену. Два ноль. Мне совершенно без вина хотя бы. Нет, конечно, я чуть не упал на... Я чуть не упал на историю с пальмой, хотя знаю, что это неправда. Но я готов был повестись. Удивительное дело. О, какое слово я нашел. Пуплята. Ага, великолепно. Хороший слой. Не множество, то есть как ребята, жеребята, пуплята. Не знаю, слово. Пуплята. Ну ты же это слово, Максим, ты так отреагировал, что ты его знаешь по работе, да. Пуплята. По работе знаю, конечно, но я не думал, что там так распространено. Нет. Если вы мне расскажете потом, кем ты работаешь, ну что? А вот, может быть, у вас. Ага. Угу. Ох ты, ёшкин цвет. Ага, сюда, да. Я скажу, что не могу сюда точно. Ага. Ага. Сдаетесь? Не верю. Сдаетесь? Нет, ну, в общем, они на грани. Сдаетесь? На грани. Какой ты неверный ваш. Да, я, вот мне ужасно. С ума перемет. Какой ты? Это профессиональный. Сыдно ужасно. Профессиональный цинизм вообще. Сидел бы с вами и сидел. Давно ли ты сидел на этом диване? А, нет, только что. Да. А там еще тепло? Там еще. Хранит твое тепло. Да, диван хранит мое тепло. Да. Вот пуплята. Типа, вот так вы их пуплята. Момент, да, высшей близости. Пуплята. Да, да, да. Да, да, да. Все так размножается. Да. Пуплята размножается простым делением? Пуплята простым умножением. Это провокация. Провокация, изощренная. Сиже, кажется, попал в нужный вариант. Видите, как они дрогнули. Штирлиц бы. На лице Кортнева не дрогнул ни один. Кто? Ни один бицепс. Да. Извини, я... Это бессильный злоби. Бессильный злоби. Так, итак. Друзья мои, называйте последовательность ответов наших, пожалуйста. Мы готовы. Мы начнем с тебя. Вот так. Все вот так. За базар. Друзья мои, пуплята – это мелкие, недоразвитые люди. Да. Нет, вы не правы. А вам больше ни слова. А вас ни слова. Извини, я не перейдил. Это вырежет. Еще раз. Пуплята – это мелкие, недоразвитые плоды патисона. Не унижай русскую закуску. Ну, хорошо. В общем, пуплята и все. Да, недоразвитые плоды патисона. Хорошо. Хорошая версия. Я? Ну, понятно. В студии оказался ведущий. Пожалуйста. Кур, знаете, кур. Курс? А, кур. 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 Отряд кур. Там строить куры. Куриных. 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 Я думал, ты петухов представляешь. Лучше, да. Тем более я по знаку. Да? Это мой знак. Значит, куры. Куры, да? Отряд кур. Семейство куропаток. Куропатки. Объявляет 20 видов по всему миру. Так. 20 от Старого Света до Австралии. Вот дети. Всех этих 20 видов называются пуплята. Следующий. Я вот думал, кто же остался у них? Я что-то сбился с сеток. По-моему, у Виторгана остался, да? А, Максим! Если хочешь, скажи. Давно это было, да. Католическая церковь. Монахи. Следующий. Вот без кощунства вы не можете, да? Так. Изглубление, так? На самом деле, на самом деле, так и называется вот этот белый платок, да? Вот монашеское снаряжение. Затем сказать, господи. Пирог и монахи. Монашеское одеяние. Пуля непровиваемый, да? Значит, так называется... А, как маленький. Так называется вот этот белый платок, только не тот, который они носят повседневно, да, каждый день, а который одевается на какие-то... На спецоперации. Да, на специальные службы, большие праздники и так далее. Собственно, вот этот белый платок называется пуплята. А, то есть, ты будешь смеяться? Да, да, да. Я не знаю, значит. Ну, я говорю, куртник. Я живу, да? Может, я... Как бы... Это женского рода что-то видишь? Ну, да, 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 да. А, если... Не, подожди, пуплята с точки зрения... Версия парадного... С точки зрения, значит, пуплята это женского рода? Это я говорю... Если бы была пуплята. Обязательно тратта. Тратта, пуплята. Тратта, забудьте. А, хотелось. Так, да? Так, да, да. Значит, продукт, одежда и... Куры, перепелки, пуплята. Вот такая динь для всех кур. Куры разных народов. Да, да. Кура. Еще раз говорю, я тебе доверяю. Я тебе доверяю. А, я тебе доверяю. Я доверяю. Я в прошлый раз, в прошлый раз то пытался, я пытался. Конечно, будет неприятно, если сейчас мы ответим, и нам скажут. Просто не, ну, странно. Теперь гол престижа, да? С воротником с этим... Ну, а что странно? А как он выглядит? Парадный воротник монаха. А ты хочешь дополнительный вопрос спросить? Подсказку зала, да? Вспомните, он в монахов играл. А, да, да. Вон, в монахов играл. А, да, да. В монахов играл. Вот она за курицей увидела. Помнишь, как выглядит монахик? Не воротник. А песня была такая? Вот такая вот. Нет, это не накидка. Это сверху. Да, помнила песня такая? А, отвари потихоньку, пупляту, значит, да? А то, что ты говоришь, это башлык. Нет, нет, нет. Лёх, ну, ты понимаешь? Максим, белая, да, да, да. Вот здесь идет на лбу, да, вот белый, мы видим белый платок, мы видим его вот здесь вот, да? У монаха монахини. У монахини, у металлических монахини. Говорим, показывается, вообще. У парадных монахин, у них типа кокошника такой жесткий, жесткая конструкция. Не только в определенных орденах, я тебя уверяю. Они хотят на судьбу. Кокошник, корни в специальности. Не, 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 я сейчас вообще вне, 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 вне. А, помни, читай, открой вот это, открой. Держись крепче за патиссоны. Может быть, просто что-то во мне сидит, но я, Алексей, что-то в тебе сидит, подожди, 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 подожди. Великолепно, что-то пока неофициально. Во мне сидит. А вот интересно, между прочим, слова капуцин, капюшон и капучино. Да. Это одно и то же слово. А знаешь, стихотворение капучино. Стихотворение у классика есть. Как ты сказал, последнее, про кофе, вот есть такие стихи у классика, я не буду их называть. Так, так, интересно, да, да. Стоп капучино иметь в кровать, умей, мужчина, мечту сбывать. Да, да. Я с тобой согласен. А я хочу с тобой быть согласным. Но ты же меня пытаешься переливить. Да, я посмотрю на этих людей, на этих, да, я посмотрю на этих циничных людей. Ну ладно, ладно, Назара. Я немножко знаю Турчинского, чуть-чуть. Ну, этого спорта не надо. Ну, как только он снимет себе ответственность, а вы возьмете ее на себя и профукрите его. То он будет прав, да. То вы не откроетесь чуть-чуть. Значит, постой, постой. Ну тут вы увидите совсем другого Турчинского. Аргументируй, почему тебе версия Кобзона нравится больше, чем версия Кортнева? Кобзона? У Кобзона вся правильная версия. А он тут есть? Тьфу, блин. Нормальная говорка. Дюшер, это тебя-то не путали. Да, ну, наверное, да. Слушай, слушай, слушай. Все ресурсы разума сейчас. Разгадывание-разгадывание. Загадывание. Версия Кобзона. Даже на чип-тек вообще не осталось ничего. Версия Кобзона звучит как название блокбастера. Список Шиндлера. Версия Кобзона, да. Вы смеетесь? А я ведь на самом деле сразу понял, о ком идет речь. Да. Старик, мы с тобой понимаем друг друга. Мы сразу понимаем. Ой, ой, ой. Когда, 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 Дима, проверим вашу хитрость, я печально понял. Когда меня обвиняют в хитрости, имеют в виду что-то другое. Ты там, это, ты почерпнул там, ты у нее из руки почерпнул какую-нибудь информацию? Рука теплая большая. Рука теплая. Пока теплая. Сухая, сухая. Подожди, еще не что. Правду говорит. Сухая. Да? Это был такой ход конем, чтобы потрогать такую потливую с ладонь. Я беру, давай. Значит, давайте так. Как? И пусть мы проиграем, но красиво. Да. Меня часто обманывают индуицы, но не так. Женщина. Да. Мы посовещались, и Владимир Турчинский, значит, не считаясь с капитаном, который просил его озвучить его версию, решил, что рассмешить ведущего практически невозможно. Да, абсолютно. Да, практически. То, что нам удалось рассмешить ведущего, дайте нам дополнительное очко. Так вот, мы решили, мы пока еще не знаем, что мы решили. Нам этого дополнительного очка не хватит все равно. Это вы смеете. В это время артист вспоминал. Утешительное очко. Да, 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 да. Во. Да, ну давай, да. Ну, в принципе, ну что, ну куда мы-то... В принципе, ну не корову же мы проиграли, понятно, хотя корову жалко не проиграть. Мы выбираем версию Виторгана. Нет, 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 вы должны подтвердить. Я согласен. Да? Абсолютно. Абсолютно? То же с капитаном. Озвучите, значит, вы выбираете, а то вы скажете, я потом перепутал, я думаю, что Кобзон это Виторган, а Кортнев это не будет. Нет, мы выбираем версию Виторгана вместе с Владимиром. Пусть нам будет хуже, мы уйдем отсюда гордыми. Да. То есть вы думаете, что пуплята это? Это, это вот Виторган то, что сказал. Это не Виторган, это версия про воротнику. Версия про воротнику. А, воротнику про монахинку. Да, про монахинку. Отеяние монахинку. Да, да. Потрясающе! Три ноль. Да ты что, идешь в курсе? А какая правильная была? Ну это не конец игры. Это не конец игры. Ты что, поэт? Я же тебе сказал. Надо было, я тебе сказал, я делаю ответственность на тебя. На тебя. Три ноль. Посталу! Как вы с такими версиями примитивными вообще в свет выходите? Два раза. И после того, как Владимир Вишневский утер кровь в Турчинском, потом всем присутствует. Нет, ребят, у нас дедовщина. Я хочу вас поблагодарить за эту блистательную, совершенно неоднозначную игру. Зато мы были честны. Да, но вот эти страшные бурдалаки, людоеды, которые съели очередную, обаятельную, вот этого людоеда. Вот видите, с кем приходится работать? А на 60 рублей никто не едет. С кем приходится работать? Бурдалаки не едят. Ребята, одно утешение у нас, одно хочу сказать. Вот то, что вы ничего материального не выиграли по нашей линии, вот это утешает. Да еще как сказать. Ну, перед тем, как я попрощаюсь с вами, и понадеюсь встретиться с вами в следующей Турдыкле, и попрощаюсь с телезрителями, «Хотите ли вы узнать, так что же это такое, пуплята?» Да уже не важно, я признал тебе. Я думаю, что... Нет, я думаю, что ни одного правильного ответа не было, я сам говорю, поэтому и проиграю. Нет, есть один забавный вариант. Пуплята, множественное число, молодые плоды патисона, однолетнего овощного растения семейства тыквенных, употребляемого в пищу. Я тебе просто могу объяснить, что когда Алексей сказал, недоразбитые плоды, я думал, что он врет, но он потом начал мотивировать, и слово «недоразвитые» ушло. А надо было спросить, чем мотивируешь? Почему нет? Чем мотивируешь? Мы поздравляем Алексея с Максимом с очередной заслуженной победой. Дорогие друзья, мы будем рады увидеть вас здесь через неделю. Спасибо вам, спасибо, до встречи. Это была Турдыкла. Пока. Я дичем, мой френд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok